здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала парфюмерии спасибо что заглянули и как вы поняли из названия у меня сегодня будет полный обзор на ароматы который называется джон варвата с артизан пиво на этот аромат уже сделано очень много обзоров разными блогерами как известными как и так и менее известными вот сегодня я решил тоже сделать на него обзор так как этот аромат я приобрел месяц назад и за этот месяц я его уже разносил и у меня создалось определенное мнение о данном аромате и сразу скажу что в основном все этот аромат хвалят в принципе да аромат хороший но есть одно но которое меня сильно расстраивает и об этом я вам расскажу чуть позже для начала давайте обратимся к сайту фрагрантика и посмотрим на ноты аромата и так артизан пюр джон варватас это аромат для мужчин он принадлежит группе цитрусовый артизан пюр выпущенные в 2017 году парфюмер родриго флорес рокс верхние ноты это клементин мандарин лимон бергамот чабрецкий майоран средние ноты это петит грейн и имбирь и базовая нота это древесные ноты мускус корень ириса и амбра и если мы посмотрим на основные аккорды то это цитрусовый фужерный свежий пряный и травяной начну свой обзор как обычно с упаковки вот так вот выглядит и сама упаковка аромата впереди написано джон варватас артизан пюр вода туалет спрей емкость 125 миллилитров сзади рисунок самого флакона и если мы посмотрим снизу ингредиенты и бич код аромат сам флакон не болтается он упакован очень хорошо даже несмотря на то что это концентрация воды туалет обычно воды туалетах флаконы болтаются тут же нет шапо очень классно сделано что флакон не болтается теперь давайте посмотрим на внутренность вот так вот выглядит сам флакон это матовое стекло сверху оплетка на нем белого цвета крышечка кажется деревянная тоже написано джон варватас артизан пюр и снизу наклеена подставка чтобы флакон хорошо стоял на столе сейчас вам покажу его поближе теперь я хочу рассказать вам как же я ощущаю этот аромат сразу после того как вы наносите этот аромат на кожу вы чувствуете что он стартует нотами цитруса и небольшой пряности скорее всего пряность ему придает имбирь который находится в композиции но это не убийственная пряность она такая легкая и едва заметная и потом после того как аромат усаживается немного проявляются ноты зелени и нос ноты деревяшек и в принципе этот аромат и так линейно уже звучит и до самого конца этот аромат и производится в америке а как мы знаем американская школа парфюмерии в основном делает линейные ароматы то есть они звучат самого начала до самого конца в принципе не меняя свою структуру не меняя свой запах и не меняя свою пирамиду в отличие от этого французская школа парфюмерии сделают свои ароматы так что у них есть пирамида раскрытия есть верхние ноты потом они выветриваются проявляются средние ноты потом они выветриваются и проявляются базовые ноты в этом аромате же все не так он абсолютно линейный сначала до конца если мы принюхаемся хорошо то этот аромат и напоминает мыло но это в хорошем смысле слова мыло то есть это запах такой знаете свежести запах чистоты и этот аромат очень необычный в своем звучании вот если вы посмотрите на пирамиду вы можете подумать что это голые цитрусы нет это не голые цитрусы этот аромат и какой-то особенный запах имеет очень такой элегантный очень легкий и очень свежий этот аромат и заявлен как мужской но по моим ощущениям этот аромат больше юнисекс он и девушкам и женщинам тоже хорошо подойдет из-за того что он очень легкий и такой ненавязчивый в своем звучании в нем присутствует небольшая нота сладости но он не сладкий также в нем есть какая-то небольшая кислинка но опять же он нельзя сказать что он кислый этот аромат и хорошо подойдет тем людям которые не любят и тяжелые ароматы а наоборот любят и легкие ароматы с нотами цитруса и зелени несмотря на то что заявлено что этот аромат и цитрусовый и цитрусовость в нем мы не сильно ярко выраженная он больше я бы сказал даже наверное фужерный я бы так выразился потому что в нем и помимо цитруса еще хорошо ощущается чуть-чуть пряность и небольшая травянистость если говорить про время года на который предназначен этот аромат то это это значит на весна лето и осень и на более теплое время года из-за того что он легкий он подойдет на именно на теплое время года зимой я думаю что он не будет хорошо сидеть так как сам цитрусовый аромат на зиму это как-то не не очень сочетается и если говорить про время суток то однозначно этот аромат дневной и если говорить под какую одежду он подойдет то она должна однозначно подойдет под и одежду в офис допустим там какой-нибудь костюм либо белая рубашка он также подойдет хорошо на спорт так как он не будет своим запахом раздражать окружающих и самого человека который нанес на себя этот аромат и скорее всего он подойдет также на какую-нибудь и прогулку и летом когда вокруг и тепло и вот в принципе этот легкий аромат он будет охлаждать своим звучанием отдельно я хотел бы поговорить о его стойкости и шлейфовости сразу после того как я его купил и нанес на себя через час я уже практически его не чувствовал на себе и шлейф был буквально в первые там 5-10 минут но потом со временем после того как он отстоялся он стал звучать немного дольше то есть сейчас он звучит где-то мы на коже он звучит до трех часов и шлейф небольшой где-то первые полчаса и вот этот вот факт и меня очень расстроил что такой аромат и таким хорошим звучанием очень быстро слетает с кожи я свое время смеялся с тех людей которые говорят что аромату надо дать отстояться постоять это насытиться но я со временем понял что я был не прав и до после того как ароматы постоит хотя бы неделю-другую он приобретает и все-таки удлиняется его звучание и шлейф становится более яркий и более насыщен поэтому если меня спросят или надо отстаивать ароматы после того как они были приобретены до однозначно надо их настаивать и вот этот вот аромат яркий пример тому что вот он постоял у меня где-то чуть больше недели я его не трогал и он чуть-чуть до стал дольше звучать и на позже и в шлейфе но все равно он недостаточно стойкий и недостаточно шлейфовый и если дать ему оценку то по самому флакону и упаковки однозначно десятка так как выполнен очень интересно если говорить про оригинальность аромата то тоже однозначно я даю ему десятку так как аромат очень оригинальный в своем звучании и не похожи на что-то что есть сегодня продажи если мы говорим про стойкость то стойкости 7 с натягом потому как этот аромат он очень классный и но он абсолютно не стойки то есть два с половиной три часа и вы он практически не остается на коже то есть его надо обновлять и если говорить о цене аромата то цена в принципе соответствует этот аромат на сегодняшний день стоит 50 долларов в принципе для такой цены и он абсолютно нормальный поэтому по этому пункту тоже десятка и если вам понравился обзор то не забудьте поставить лайк также не забудьте подписаться на канал если вы этого еще не сделали и нажмите на колокольчик а я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока